Друзья, меня зовут Толя, и тема у нас тайм-менеджмент, и мы сейчас будем практиковать, потому что то, что я планировала рассказывать целый час, нам надо вложиться в 35 минут. Я надеюсь, вы готовы. Начинаем. Я пропускаю все неважное. Обо мне это не важно. Меня зовут Толя, работаю в DataArt, я HR. Остальное везде всегда можно посмотреть, спросить. О чем мы сегодня с вами поговорим? Мы немножко затронем вопрос, кто я, не обо мне, а о всех нас, о каждом лично. Спросим сами себя, что такое бренд и нужен ли он нам. Наша основная тема тайм-менеджмент. На этом мы сделаем упор максимальный, и, соответственно, буквально пару слов об инструментах. Поэтому, если вы готовы, начинаем. Небольшой тест, если вы не против. У вас есть ручки, у вас есть тетради. Огромная просьба взять это все в руки. Ребята, пара просьб. Первое – в тишине. Второе – пишем ответ на вопрос, который я вам задаю. С учетом ограниченного времени, мне придется ограничивать время на подумать. Хорошо? Готовы? Первый вопрос. Кто я? Не я, а вы. Кто я? Да, сразу пишите ответ. Второй вопрос. Кто я? Да, второй вопрос. Кто я в тишине? Вы мне обещали. Третий вопрос. Угадаете? Кто я? Кто я? Вопрос номер четыре. Кто я? Вопрос номер пять. Кто я? Кто я? Вопрос номер семь. Кто я? Вопрос номер пять. Восьмой вопрос. Кто я? Вопросов у меня немного осталось, не переживайте. Девятый вопрос. Кто я? Кто я? О Боге мы заканчиваем. Десятый вопрос. Кто я? Есть? Можем продолжать. В данном случае мы поговорим о нас, потому что, не зная, кто мы, мы не можем говорить о нашей успешности, о нашей внутренней гармонии, о нашем самопозиционировании в жизни. На самом деле, ваши ответы важны вам и только вам лично. По статистике обычно люди пишут что-то типа девушка, парень, специалист в своей профессии, сын, дочь своих родителей, некоторые вписывают национальность, некоторые характеристики личностные, типа я звезда и так далее. И, к сожалению, по статистике мало кто из этих 10 вопросов написал ответ «я человек». Есть такие, у кого есть такой вариант ответа? Это круто. Друзья, потому что изначально первое, о чем я хочу сказать, мы люди. Соответственно, у каждого человека есть потребности. Выявляя эти потребности, мы можем ответить на эти вопросы, сформировать свой жизненный путь. Для каждого человека важны три фактора, и они уже напрямую относятся к тайм-менеджменту. Это время работы, каждого из нас есть, время, которое вы тратите на свою профессиональную деятельность. Отдых. Обратите внимание, отдых – это сон. Это не я слушаю музыку, я танцую, я иду гулять или я иду играть. Это я сплю. То есть организму такая необходимость есть, да, отоспаться просто. И развлечение. Развлечение – это больше образное понятие, потому что в разных источниках его пишут по-разному. Сюда относят фильмы «Прогулки», «Уборка», «Готовка», «Поболтать с друзьями» и так далее. Смотрите, очень многие говорят о том, что «О, я сейчас знаю, кто мне это говорил, это правило трех восьмерок, да? 8-8-8, в чем вопрос? Друзья, вы учли время на обед, а время на форс-мажор, а время на… У меня упаденческое настроение такое, я ничего не хочу делать. Не учли. Поэтому 8-8-8 – это не совсем правильная формировка. Для одного из нас 7 часов – это нормальный сон, для другого 6 часов, для третьего человека 10. Это то время, которое необходимо, ну, просто жизненно необходимо. Время работы и развлечения, соответственно, исходя из 24 часов, несложная арифметика, вы можете вычислить. Есть такая еще истина, что… Я так думаю, если я много времени выделяю на работу, я могу больше заработать. У меня сразу вопрос – а можете ли? Не факт. Если мы говорим с точки зрения фриланса и рекрутинга, мы говорили о том, что клиент может отозвать позицию, кандидат может отказаться, вы можете заболеть. К вам может приехать бабушка из Германии, которую надо встретить сегодня, сейчас, в аэропорту 15 минут назад. И никого не будет трогать, что у вас есть еще что-то. Поэтому так ли это, можете ли вы – это не факт. Но вот ваш отдых напрямую будет влиять на качество вашего труда. Человек, который не отдыхает, не высыпается, постоянно устает, он просто не может давать качественный результат, потому что в какой-то момент силы исчерпываются, он сгорает. За 7 я закончу на этом слайде. Для чего было это, что я вам хотела показать? Это простое модерирование ситуации, как понять, кто я, твои цели, надо ли мне это и так далее. Почему вопросов 10? На первые 3 вопроса всегда отвечаешь быстро. Вообще не надо думать. 4, 5, 6 обычно напрягают. После 7 вопроса ты начинаешь напрягаться серьезно. Вот после 7 вопроса вы начинаете думать. Посмотрите на ваш список. Это не сейчас, потому что мы уже не успеем. Потом, за кадром. Поменяйте приоритеты. Возможно, вы впишете то, чего вы сейчас даже не указали. Что-то выйдет на первый план, что-то на последний. Это даст вам возможность сформировать свое счастливое «я». Задайте вопрос, что меня делает счастливым. Ответьте на него иное количество раз. Что мне надо для реализации в работе? А нужна ли мне цель и так далее? Это я просто показала методику формирования, понимания ценностей, самоидентификации и так далее. Времени мало, перехожу дальше. Потом, если что, расскажу об этом подробнее. Бренд. Мы определились, кто я. Мы говорим в профессиональном разрезе. Не буду заострять внимание. Я поднапряглась и выбрала несколько раз, которые близки мне. И только мне. Да, потому что я считаю, что эти утверждения имеют очень под собой больший опыт знания других людей, накопленный. И, собственно говоря, бренд – это обещание. Вкратце, если мы хотим быть успешными в любой профессии, то, как по мне, просто сдерживайте обещание. Смотрите, вы пообещали кандидату, что будет определенная зарплата. В конце обещания не выполнилось, доверие подорвано. Вы пообещали кому-то прийти вовремя. Вы пришли, человек не пришел. Ай, обидно. Начинается вот уже такой момент. Вам пообещали отзвониться в срок. Или вы пообещали отзвониться в срок. У вас нет результата. Отзвонитесь. Я вас умоляю. Отзвонитесь и скажите «у меня нет результата». Он будет через три часа. Он будет через день. Дайте человеку основу, землю под ноги, потому что он не понимает. Вы знаете, он не знает. Обещание наше – все. И мы пришли к нашей основной теме очень-очень быстро. Я старалась. Тайм-менеджмент. Ой-ой-ой. Тайм-менеджмент. Если вы не доделаете свою работу до конца, или не хотите ее доделать, или не готовы, то вы готовите провал. Помните это. Почему я оставила эту фразу здесь? Потому что иногда есть такие цели, которые проще достигнуть командно. Разными способами. Делегировать, попросить, убрать, в принципе, потому что это незначимая вещь. Заменить ее, переставить по времени. Просто не сделать. Подумали, решили не сделать. Не надо оно нам. Или же, наоборот, вывести вперед. Будьте готовы, рассчитывайте ваши силы. Это важно. Для того, чтобы мы не были совсем голословные, я выбрала несколько техник, просто известные вещи, для того, чтобы еще раз проговорить. Матрица Эйзенхауэра – знакомая штука. Практиковали когда-нибудь? Просто вот так попробовать для себя. Задачи важные и срочные. Это статистику. Матрица Эйзенха – это как раз проекты с горящим сроком. То, что надо сделать здесь и сейчас, это ваш главный авторитет. Задачи важные и не срочные. Это стратегия. Просто слово «стратегия». Все то, что относится к стратегии, к дальнему планированию. Это важно. Вы ставите длайны, они огромные могут быть, они могут быть расстануты на года. Не позволяйте просто никому вас отвлекать, и вы постепенно в параллель с другими вещами сможете достигать свои цели. Неважные и срочные. Вот это я вообще люблю. Знаете, ситуация была, когда сидишь в офисе, работаешь, и вот вечером и ван, да, и забегает кто-то из коллег и говорит, «А, стулья не расставлены!» Круто! Вот я сейчас доделаю презентацию, но нет, я все брошу и побегу расставлять стулья. Нет, ребят, не делайте так. Я вас очень сильно прошу, потому что, во-первых, вы не незаменимы. Есть еще 15 человек, которые могут помочь расставить стулья. Делегируйте. Постарайтесь по возможности отказываться от этих вещей, потому что они вас уводят с вашей цели, они вас отвлекают. Делайте это корректно. Люди любят вежливость. Не надо как бы хамить в лицо. Неважные и несрочные. Это вообще песня. Как у тебя дела? А пойдем поболтаем, пойдем на перекур, а я хочу попить чай. Слушай, а ты уже кушал? А пойдем второй раз покушаем? А давай третий раз покушаем? Ты не пойдешь со мной на этаж ниже? Я туда пойду сама? Нет, друзья. Вот на это все ответ нет. Потому что вот это все портит ваши цели и их достижения. Я сейчас буду делать то, что меня просили не делать, не ходить в кадре особо, но я это сделаю. Вот вы идете к цели. Я пришла, я у цели. Появляются люди, которые создают мне замечательные, неважные и несрочные задачи, и мой путь начинает становиться вот таким. Я приду к цели? Я приду. Только когда я к ней приду, первое, я не все могу в уме держать, я могу забыть об этой цели. Второй момент, у меня сместились сроки. А третий момент, слушайте, ну как бы я девушка, может по пути у меня магазин будет. Ну блин, ну она же смотрит на меня, это платье. Неважно, что это будет, платье, новый ошейник для вашей собачки, кресла, кресла не хватает. Все, понимаете, вот элементарно, только так хоп, и вас увели. Не давайте людям отвлекать себя. Если захотите, попробуйте, просто ради интереса для себя. Очень интересный результат будет. Принцип Паретта. Знакомо. Ничего нового, абсолютно. Я вот только перефразировала немножко. Не я, другой известный человек. Я согласна с его высказыванием. Выделите 20% дел. То есть с этого легче начинать. Понимать, что будет давать максимальный результат. Если переводить на другой язык, на другие примеры. Давайте сделаем так. Мне надо достать описание проекта, разместить вакансию и найти человека, кандидата на эту позицию. Какой результат у меня может быть максимальный? Найти человека. Я могу попросить коллегу, который очень хорошо и быстро серфит по интернету, разместить эти вакансии. Мне не надо это время. Я могу попросить другого человека, который очень хорошо пишет, в отличие от меня. Я не умею писать. Мне писать – это просто… Ну вот убейте. 15 раз не надо. Пусть пишет тот, кто умеет. Человек, который профессионал. Идем дальше. Хронометраж. Очень классная штука. Рекомендую. Это для тех, кто не знает, с чего начать, но очень хочет самоорганизовываться. Возьмите и просто начните записывать все, что вы делаете. Вот в течение дня. Только на протяжении двух недель. Все, что от вас требуется – это самоорганизованность. Почему две недели? Если вы будете записывать один день, два дня или три дня, то задачи могут меняться. Соответственно, вы не можете отследить. Если вы запишите две недели, плюс-минус какой-то форс-мажор будет учтен. Насколько дольше имеет смысл это делать? Не знаю. Мы все-таки все люди разные. Кому-то хватит и полутора недель, кому-то все-таки лучше три недели. Посмотрите, как у вас это получается. Когда вы все запишите, то, что вы делаете, и сколько времени вы на это тратите, тогда перед вами будет картина. Вы увидите, что можно убрать, что можно делегировать, от чего надо отказаться, и у вас станет больше времени в этих же 24 часах. Ничего нового. Очень простая и классная техника. Следующая вытекающая из нее, мне тоже очень нравится, список задач или тату-лист. Когда нам говорят «напиши задачи», сложно их написать. Вот так вот сесть и написать. Начинаешь задумываться о смысле жизни. А если я напишу красиво, то кто-нибудь вдруг будет читать, и он поймет, что я мыслю глубоко. А если я напишу одной фразой, кто-нибудь увидит и не поймет, и скажет, что я ничего не делаю. Реально сложно. Поэтому я бы просто предложила сначала хронометраж, а потом, исходя из него, составить список. То есть с этим будет легче. Плюс та текучка или форс-мажоры, которые добавляются. Соответственно, вы получаете список, и можете уже понимать, чего у вас есть и что с этим делать. Еще одна техника, о которой хотелось бы сказать. Слушайте, если я очень быстро иду, вы говорите просто. Конечно. Видео будет записано, презентация будет выложена. Не переживайте. Очень классная техника. Смарт. Правда. Для тех, кто забывчивый. Я забывчивая. Я на свою память уже давно не полагаюсь. Слишком большой объем информации у меня вытесняет мои возможности в памяти просто. Поэтому помним конкретность, измеримость, время, как бы простым языком, достижимость. Могу ли я это сделать сама? Что мне для этого необходимо? Команда, не команда. Еще как-то. То есть вообще достижимо ли это для меня? Я не очень верю в то, что я могу, находясь здесь, купить дом в Майами. Но на самом деле, если бы по-хорошему, то оно мне не надо. Если бы оно мне стало, то, возможно, и смогла бы. Релевантность. Вообще, что вы делаете? Это важный, хороший параметр. И определенность во времени. Ставьте дедлайны. Если вы чего-то хотите, но не понимаете, когда хотите, оно будет растягиваться. Вы хотите сегодня, вы хотите завтра. Вот это сегодня-завтра, оно перейдет в неделю. Неделя перейдет в месяц. А потом бах, Новый год. О, сейчас я на бумажечке напишу. Классный метод. Вообще нифига не работает. Но прикольный. Написали, сожгли и забыли. Выпили, да, еще выпили. Если в больницу не попали, то вообще классно. На следующий год можно повторить. Потому что все остальное не сделано вообще. Просто пьют и ничего не делают. Да, это знаете, как вот тоже очень много в соцсетях постов, типа там лайкни, и ты выиграешь машину, перепости, и там делаешь что-то еще. И знаете, вот комментарий тоже ходил о том, что, господи, а я на работу хожу. Ну, а надо просто лайкнуть. Ну, зачем? Ну, если все намного проще, не делается оно само по себе, надо приложить какие-то усилия. Фух, небольшая остановка. Простите за скорость. Давайте немножко потренируемся превращением мечты в план. Это на самом деле тоже техника. Я ее не расписывала, потому что мне было интересно, как бы сможем ли мы вместе это сделать. Если есть доброволец, который может сказать, какая у него мечта welcome любая абсолютно любая дом в монако окей дом в монако хорошая штука это мечта ее можно сделать планом как ну давайте установим срок в купить абстрактный дом в монако товарищи это может быть вилла а могут быть развалины вы думаете о чем вы мечтаете развалины согласно а бы прописка какой дом ну двухэтажный дом 5 комнат два этажа пять комнат ой господи простите кирпич кирпич правильное решение не знаю есть ли кирпичные постройки придется строить меч это кажется бассейном в общем все-таки с бассейном смотрите в общем первый прием на самом деле очень простой детализируйте свою мечту 2018 что в 2018 купить но уже вот дата конечная дата 2018 а покупка или постройка под ключ это сдача дома это сроки не что это сроки строителей ну ладно смотрите первое что надо сделать надо детализировать да потому что я очень часто и что идет тема дом я очень часто слышу фразу я хочу себе машину но честно у меня есть машина если очень долго хотела машину пока не взяла и не сделала это да не насобирала нужное количество денег не определилась фишка в чем машина машине рознь да и вот те же параметры чек должен понимать как какая марка насколько стоит какой двигатель а удобная ли посадка потому что спортивная есть как говорят табуретки на как бы какого года выпуска обито а может быть она вообще горела но она же машина а может быть она не едет да то есть вот эта вся детализация вот машина очень удобный пример дом что он тоже удобный согласно тут еще значит не хватает кто там будет жить нет моя семья я и мои работники отлично мне сложно писать там потому что я фоню эти поработать кстати я извиняюсь но с вакансией садовника мы уже покрыли плюс работники видишь как пиар работает не успел помечтать уже есть окей первый этап мы сделали мы визуализировали какой следующий шаг что для этого нужно конкретность мы так конкретизировали измеримость но цену поставить ну давайте конкретизировать измерить количество часов потраченных на то чтобы достичь этой цели или дней и количество денег которые необходимы на то чтобы это реализовать а отлично то есть у нас есть нулевая точка входа где-то здесь здесь у нас 2018 кстати а месяц какой январь 1 января 1 января хорошо так как я уже тоже начинаю с тобой мечтать у нас есть строк чего здесь не хватает этапов да давай ты можешь это хочешь составляем план что мы хотим сделать то есть как мы к этому будем идти то есть мы ставим фундамент и сколько нам для этого нужно денег и где эти деньги взять ты сейчас можешь мне сказать вот следующего тут отрезок какой будет ну наверно проект нужно создать проект этого дома смету создать смета проект окей ну давайте зайдем с этой стороны дальше вы как-то по-другому это видите если буду рассказывать какие есть приемы как еще можно иначе матин тебя не слышно но если что попытаюсь повторять вопросы чтобы запись была следующий этап ну никто дома не строил товарищи то есть мы покупаем наверное землю мы покупаем участка не знают участок с видом на море все как полагается сначала смета проекта потом покупаешь участок окей как у каждого свои подходы ладно то есть до этого ты делала смету проект не представляет где находится дом я представляю где находится дом по архитектора нужно наверное пригласить и сделать план и сразу же наверно дизайнера и дизайн сделать я думаю что я скорее всего буду обращаться какой-то фирме которая сама об этом обо всем позаботиться я просто более рационально на самом деле я просто согласую архитектуру и дизайн и дальше передам это все какой-то группе бригаде прораб да как бы человек который профессионал в этой области потому что ну правда зачем нам принимать эти решения он знает он должен знать географию там какие подземные воды и тому подобное как бы с учетом этого строить из какие материалы использовать и что-то советовать это это сто процентов верно лучше делегировать мы тут не сильны еще будет что-то ну средства которые будут необходимы где мне отметку ставить я думаю вокруг так нужно сделать дугу и сверху написать где взять деньги окей еще что-то забыли ну количество мы же в смете знаем денег поэтому в принципе количество грубо говоря мы уже определили что мы забыли ну где работников нанять но это я уже об этом позабочусь 8 8 февраля 2017 сегодня так просто напоминаю что вот это все тебе надо сделать меньше чем за год хорошо ну и я просто для дат и соответственно у меня вопросы мы тут не хотим поставить дата ну хоть какие то это к прорабу это скорее прорабу потому что есть компетентная бригада плюс там дизайн еще был ну с учетом погодных условий я не знаю как сейчас там в монако но судя по всему там по любому тепло начать они могут строить где-то первого марта это вот тут я пишу да да до первого марта я быстренько сейчас приобрету участок вот за февраль и смету накатаю так первое это у нас 2017 то есть все остальное время мы отдаем под постройку правильно да да участок когда купишь да вот завтра завтра сметный проект у тебя вылетел ночью будешь писать да да окей ничего не знаю мы это отдельным пунктом вынесли мы с ним уже согласовали то есть вот это мы переносим сюда ну да нет я думаю что эти пункты они параллельно будут идти то есть участок за покупкой участка из смет это как бы параллельно два пункта и дальше приступать к работе прораб когда участок уже есть это параллельно окей исходя из этой системы мы чего-то упустили релевантность достижимость ах да достижимость один маленький момент достижимость смотрите то что мы расписали как бы это классно на самом деле очень ну близка к такому вот очень жесткому правильному планированию не допускающему каких-либо ошибок я сейчас предложу немножко другой вариант решения чуть чуть другой смотри ставим те же самые даты 1 января простите мой почерк 2018 1 января сегодня 8 февраля 16 вот вот это все вот это все ты можешь решить с помощью денег вот реально все вот эти пункты просто один пункт деньги отсюда вывод сколько стоит дом в монако порядка двух миллионов долларов тот который мне нравится два мне мне хватит два работники будут работать дешево хорошо смотри я немножко смещу твои сроки если ты не против я бы вот сюда вот в эту конечную точку написала это мое личное видение оно не факт что верно нам надо 2 миллиона господи я писать разучилась 2 миллиона у нас есть менее года сколько у тебя должно быть за месяц дом какая сумма у тебя должна быть налом да чтобы его сделать за месяц какая сумма ну не его сделать а достичь вот этой суммы потому что если у тебя есть эти деньги то ты просто приходишь и покупаешь мне где-то чуть больше миллиона не хватает чуть больше миллиона давай конкретизировать то есть ты реально думаешь что вот за месяц дом у тебя не будет только одного миллиона ну это я конечно утрирую но понятное дело что понятное дело что мне надо наверное что-то предпринять нет про срочку это не вряд нужно что-то предпринять давай Ограбить банк. Подожди, слушай, ты сейчас уходишь от цели. Вот ты начинаешь вот так вот вилять. Почему? Потому что ты пошла думать, как бы достать эти деньги. А вопрос-то стоит в другом. Сколько денег должно быть за месяц дом? Мы написали точную сумму. Тут ты смогла дать ответ. Дай сюда ответ. Столько же, только без учета оплаты рабочих. Честно скажу, не профессионал этого труда. Ну, давайте вместе придумаем, минус какая цифра. Тысяча долларов. Ладно, 50 тысяч долларов, хорошо. То есть тут у нас 2 миллиона минус 50 тысяч долларов. Еще за месяц. Я поняла, как мне стало нелегко. Друзья, у меня вопрос, как бы, есть ли смысл сейчас нам продолжать расписывать? Или, в принципе, идея начинает становиться понятной? Я поняла, да. Мы 2 миллиона делим на 10 месяцев, которые у нас остались. Не можешь, ты не учла форс-мажоры. Понимаешь, в чем фишка? Как бы у тебя, может быть, у знакомых свадьба, которая потянет много денег. 100 баксов. Ну, слушай, у тебя есть такие доходы, стыдно дарить подарки за 100 баксов. Ну, правда. Возможно, надо будет купить еще кому-то какое-то жилье, возможно, что-то случится с машиной, еще с чем-то. У тебя должна быть к этой дате не просто 2 миллиона долларов, а еще сумма сверху, потому что, понимаете, паспорта, перелеты, нюансы, не знаю, там, братик захотел кошечку, риски. Все, да, ну, форс-мажор. Мы это называем форс-мажор и сколько-то закладываем. Плюс 20% на форс-мажор. Плюс 20%. Смотрите, идея этой методологии в чем? Превращение мечты в план. Вы можете идти с нуля, ну, это реально надо очень четко понимать, что вы хотите, и к конечной дате, да, и помесячно ставить себе цели. То есть, иными словами, мы разбиваем одну большую задачу на маленькие подзадачи. Я немножко другого типа человек, мне легче осуществлять, если я знаю, что мне надо сделать что-то большое, и я знаю, к какой дате. Мне тогда проще разбить, ну, это опять же, это мой речный подход, разбить пропорционально обратно, да, потому что здесь еще надо учитывать, что в какой-то момент можешь заболеть, можешь устать, может измениться доход и так далее, и тому подобное. Если мы прописываем вот эту схему наоборот, то мы по итогу получим какое-то число здесь, n, да, за месяц после вот этой даты, вернее, через месяц после этой даты, да. Я повторю вопрос, потому что ты без микрофона, хорошо? Вопрос был в том, что это работает только для денег или для действия, работает для всего. И для того, и для того, то есть тут зависимость от того, какая цель, какая задача. Просто на деньгах, как это ни банально, это объяснить проще. Действие, оно, ну, немножко неизмеримо. Мне сейчас сложно будет передать, да, что я делаю шаг вправо, шаг влево, и получается шаг вперед. По деньгам это проще, поэтому я вот этот взяла пример. Ответила на вопрос? Да? Идем дальше. Иными словами, как только я получаю вот эту сумму, и я знаю, где я сейчас, у меня появляется новая цель. Господи, сейчас скажу, сколько слайдов назад. Видите, у вас есть важные и несрочные. Я бы сказала, долгосрочное планирование. То есть вот куда мы пришли. Это важно. На момент сейчас мы не можем по определенным причинам это сделать, но мы можем стратегически расписать планирование и сделать это поэтапно. То есть при этом это не будет мешать нашим важным и срочным делам, с помощью которых, собственно говоря, мы будем получать вот эти суммы или вот эти действия, и будут идти результаты. Прием этот называется сделать бифштекс из слона. Когда человек не знает, с чего начать, за что хвататься, надо просто слона разделить на кусочки. Ну вот и все. Это ужасно звучит. Я не за это. Это все образно. Я просто к тому, что в данном случае, как бы разбивая задачу на подзадачи, у нас более четкая цель, она более реальная и так далее. То есть она становится реально достижимой. К чему надо быть готовым? Мы не живем в сказке, и не каждый день нам дарят миллионы долларов по факту. У нас есть реальный доход, и есть способы, которыми мы можем его увеличить, исходя из важных дел, то, что приводит к результату максимальному, исходя из вот этих техник. И, соответственно, как бы, да, эта дата, возможно, звучит сейчас смешно. Даже если она оттянется на один год, многие из нас обзавидуются. Как тебя зовут, извините? Леана. Что Леана через два года купила этот дом. Ну, честно. Да, не получилось за год, за два. Ну, все, что я могу сказать, честно. Даже если это у тебя очень большая цель просто, то есть она емкая, она емкая по всем параметрам. Если мы возьмем чуть поменьше цель, то у нас будет и графики такие чуть-чуть поменьше. Ну, как бы, вот и все. Все, можем идти дальше. Сначала самое трудное. Есть две техники и два разных подхода. Я не могу сказать, что предпочитаю тот или иной, поэтому расскажу оба дальше на ваше усмотрение. Одни говорят, это можете дома прорабатывать, сейчас писать не будем, одни говорят, что самое трудное надо делать с утра. То есть решение важных задач лучше делать с утра, когда голова ясная, человек отдохнувший, ты можешь принять это решение. Ну, и, в принципе, считается, есть такая устная, что ли, я не знаю, ходит такая устная легенда, что во время завтрака в 10 утра принимаются наиболее важные решения. Поэтому, если вам такой подход близок, то вот это самое трудное, постарайтесь в своем дне распланировать так, чтобы оно попало на утро. Почему еще так? Почему советуют на утро? Когда мы знаем, что… Ну, допустим, грубо говоря, мне надо, чтобы мне такого сделать, что мне не нравится. Мне надо написать отчет. Слушайте, честно, для меня это бич. Потому что я понимаю, что это надо. Я понимаю, что люди не читают мои мысли. Да, мне надо показать какой-то результат в письменной или какой-то иной форме, но для меня это бич, это потеря времени. И вот я хожу целый день и думаю, я это сделаю сейчас, я это сделаю сейчас, я это сделаю сейчас. В параллеле я делаю другие дела. Эмоциональный фон человека падает. И вот чем дольше вы будете тянуть, тем хуже у вас будет такое настроение, прям вообще. Вот как говорила Вика, не буду цитировать эту фразу, вы будете очень грустно выглядеть. С другой стороны, если вы сделаете это трудное с утра, то вот это гора с плечи спадет. Эту фразу мы все знаем, не зря они говорят. Это первый подход. Второй подход гласит о другом, что все равно у нас у всех есть свои внутренние какие-то биологические часы. И тоже надо это учитывать, потому что разное время активности. Если, допустим, у кого-то 10 утра – это реально важные решения, то у меня 10 утра – это важный сон. То есть я важно сплю, я не могу принимать другие решения, пока я важно отдыхаю. Соответственно, есть второй подход к решению вот таких задач. Ну, он будет смешно звучать, но это правда. Вот это трудное, и то, что нам не нравится, делайте тогда, когда у вас и так нет настроения, ибо испоганить его больше не получится. Ну, очень-очень простой реальный метод. То есть вот случилось уже что-то плохо, посмотрите, что вас там еще добейте. Ну, правда, как бы. Ну, хуже уже не будет, уже и так все испорчено, уже график там полетел к чертям, то есть сделали не так, как планировали. Ну, что-то еще сместилось. Стал уже, как говорят наши люди, добавляя плохое слово. Есть такой подход. Правда, психологи считают, что это хорошо, потому что на плохом эмоциональном фоне, на таком, на негативном, вы заодно решите еще дополнительные задачи. В данном подходе, как бы, мне что не нравится, это вопрос качества. То есть, ну, как бы, есть самоорганизованные личности, которые не потеряют качество, есть те, которые потеряют, и таких нас будет большинство. Выбирайте подход, который вам нравится. Дальше идем. Да, мы практически успеваем. Я выписала несколько таких приемов и советов. Их много. По источникам, где я искала, ой, слушайте, какие цифры только не находила. 10 приемов, 15 приемов, 26 приемов, 37. Короче, кто какое красивое число придумает, тот и молодец. Идея в том, что все эти приемы, они, собственно говоря, перекликаются так или иначе. Мы их уже обсуждали по предыдущим слайдам. Немножко проговорим. Внутренняя мотивация. Просто вбейте себе в голову, да, ну, вот это понимание. Если у вас нет внутренней мотивации, то все то, что мы обсуждали до этого, до фени. Ну, честно. Это не важно, потому что у вас нет мотивации это делать. Я бы на вашем месте задала другой вопрос. А надо ли это вообще вам? Потому что это то, что забирает ваше время. Это вам не надо. Зачем вообще вы этим занимаетесь? Займитесь чем-то другим. Я не говорю сейчас о профессии или еще чем-то. Я говорю о каком-то определенном деле, которое вот… Ну, нет у вас мотивации, нет у вас желания это делать. Поэтому внутреннюю мотивацию вы можете развить только сами. Ну, может прийти другой смотивировать. Боюсь, это будет не очень красиво выглядеть. Ну, и вопрос как бы, а как долго вас мотивировать? Если на постоянной основе мотивировать, то как бы человек, который будет вашим мотиватором, он устанет. И у меня вопрос, какой будет мотиватора мотивировать. Поэтому как бы спасение рук утопающих, знаете. Биологические часы – то, о чем мы уже немножко поговорили. Помните, что ваш организм как бы он индивидуален. Поэтому мой любимый совет – не слушайте ничьи советы. В принципе. Ну, потому что то, что подходит одному, может не подходить другому. Это нормально. Посмотрите за собой. Есть люди, которые могут реально сесть и 8 часов просто отживать. Но потом им надо 4 часа отоспаться. Есть люди, которые могут 3 часа отживать, 15-минутный перерыв, поговорить ни о чем, и опять вернуться в эти 3 часа. Есть те, кто активируется вечером, есть те, кто активируется утром. Это важный фактор. Что здесь хочется еще в биологических часах сказать? Они не всегда повторяются у нас изо дня в день. Есть еще такая фраза, как «идите в потоке». Часто еще среди водителей это слышно. Будь в потоке. Будь в потоке – ничего не случится. О чем это говорит? Если прет, и вы можете, работайте, делайте. Пока идет – делайте. Единственное, что не забывайте о времени – вам все равно понадобится отдых. Отсюда мы делаем вывод, что вот это в потоке – это с четким временным ограничением. У вас должен быть дедлайн. Вы сами должны понимать, как долго вам надо продержаться в этом потоке. Потому что если это будет на постоянной основе, то как бы все предыдущее, что мы обсуждали, нам не надо. То есть человек просто выгорел, устал, апатичен. Знаете, демотивация полная. Отдых. Говорили, пофигаться не буду, отдыхать надо. Но организм – это наша естественная потребность. Да. Будь в потоке. Вопрос был. Будь в потоке о часах, о днях или о неделях. Нет ответа на этот вопрос. Зависит от того, что ты делаешь. То есть, возможно, тебе хватит для решения твоей задачи 12 часов. Ты 12 часов в потоке. Есть проекты, которые масштабные. И вот там будет поток, я не знаю, 3 недели. Вот если ты готов, и ты можешь, и реально можешь это сделать. Будь в потоке. Но потом запланируй себе время на отдых. То есть, понимаешь. Ну, не надо так вот жестко говорить. Потому что, опять же, это индивидуально. Понимаешь, есть человек, который 12 часов отработает, 5 часов поспит, и он как огурчик. А есть тот, который реально надо просто выходные отоспаться, я не знаю, фильмы посмотреть и так далее. Ну, вот чем-то отвлечься. Эти сроки разные. Почему я говорю о биологических часах? Это для всех разное. Ну, нет единого. Не забывайте еще о психотипах. То есть, кто-то холерик, кто-то меланхолик, кто-то веселый, я не знаю, а кто-то всегда в диком расстройстве. Вот и у всех вот этот эмоциональный фон, он тоже будет влиять. Гибкость. Очень классный совет. У вас, предположим, стандарт 8 часов рабочего дня. Ну, плюс-минус у всех нас. 5 часов. Планируйте 5 часов. Почему? Потому что не вы одни живете в этом мире. Есть еще куча людей, куча факторов, которые вас окружают. И уж поверьте, они заполнят вас 3 часа. Вот постараются. Фишка в том, что если они не заполнят, то вы сможете сделать перепланирование на следующий день. Гибкость. Гибкость нашей все. Если заполнят, то вы этот риск учли. Вы в потоке. Все отлично. Вовремя сказанное «нет» – это вообще моя любимая штука. Я так вот… Иногда вот бывает, придет человек, рассказывает, 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 душу изливает. Я сижу и думаю «нет». И вот сказать сложно, но обидеть человека не хочется. Но мой вам совет – попробуйте пару раз, потом втянетесь во вкус. Потом пойдет легче. Правда. Единственное, что «нет» можно сказать по-разному. Обычно «нет» говорят примерно «прочтите с правильной интонацией». Это не заглавные буквы. Я просто написала большими, потому что на камеру, чтобы было видно. Это должно быть ровное, спокойное, уравновешенное, осознанное «нет» с точкой. То есть у вас нет дальнейшего диалога. Человек, который к вам пришел с просьбой, что там вам рассказывает, вы ему говорите «нет», не давая тем самым зацепиться за дальнейшие слова. Потому что как только вы сказали «нет», потому что, я вас поздравляю, вы уже… с вами уже говорят и говорить будут долго, пока человек не наговорится. Если вы просто говорите «нет», человеку нет за что прицепиться, у него нет никакого слова. Он будет пытаться один раз, второй раз. Потом он скажет, что вы некоммуникабельный и вообще плохой. И что с вами общаться? Но вы не поверите, у вас столько времени освободится. Вот есть такие люди, которых можно тоже отнести к пожирателю времени. Ну вот как ни крути. Пожиратель времени – это у нас, по сути, и соцсети, и поболтать за чашечкой кофе. И вот те люди, которые посплетничать любят, как бы присесть на уши долго и нудно. Пожиратель времени очень легко учесть с помощью хронометража. Вот реально, если сидеть, выписывать, а потом глянуть, сколько времени вы потратили на разговоры. И посчитайте, какая эффективность у вас была потеряна. Самоорганизованность. Мы можем сколько угодно говорить о любых приемах, но если вы не воспитаете в себе вот это качество, вы не сможете пойти по организации времени дальше. По сути, можно людей разделить на две категории. Есть люди творческие, они немножко такие хаосные, взбалмошные. У них все всегда не по плану. Всегда, всегда там опоздают, пришли раньше, сделали не то, переделали. Потом назначили встречу, улетели в Амстердам. Ну да, на самом деле, в чем фишка? Они-то на самом деле тоже упорядоченные. Просто они в своем хаосе, у них свой порядок, который не совместим с вашим порядком. Потому что у вас немножко другое. У вас по часам, по жесткому планированию. Поэтому смотрите, есть два варианта. Либо вы ближе к хаосу, и вам так комфортней. И желательно не вредите окружающим, как минимум. Это будет им приятно. Ну, либо воспитывайте самоорганизованность. Как-то с этим надо жить. Умение фокусироваться, то, о чем я говорила, не отвлекайтесь. У нас в компании есть такая вещь, как когда приходит новый HR, мы одно количество времени уделяем на обучение. И в этом обучении есть такие селфчеки, тесты, которые стоят на тайминге. Я всегда коллегам говорю, как только начнешь делать тест, бронируй митинг-рум, закрывайся, одевай гарнитуру и врубай музыку. Вот чтобы танцевали, и не было видно. Почему? Потому что таймер работает. Тебе надо читать сосредоточенно, тебе надо отвечать на вопросы, потому что это определенное количество, процент попадания и понимания. Тебе начнут отвлекать, ты не сможешь этого сделать. Плюс каждое отвлечение уводит тебя от цели. То есть как бы ты сделал шаг вперед и пять шагов назад. Круто. Уже заканчиваем. Два последних слайда. Приоритизация задач – это важная штука. Помогут нам методики, о которых мы поговорили. Планирование. В принципе, тоже уже обсудили. Сейчас будет следующий слайд о том, с помощью чего можно планировать. Разбивание больших задач на подзадачи. Немножко обсудили с вот этой точки зрения, как вариант, как пример. Делегирование. То, что я вам привела, пример, с вакансией, описанием и поиском. Ну, реально, есть человек, который быстрее и круче, и эффективнее, чем вы можете разместить вакансию. Кто-то быстрее и лучше делает что-то еще. Вы делаете быстрее и лучше, чем кто-то еще. Еще сюда же можно внести, на самом деле, как бы так сказать, объединяйте внутри себя. То есть если у вас нет такой возможности делегировать, и вы один или одна работаете, да, и как бы классно говорить о команде, но у меня ее нет, сделайте это не с командой, а с задачами. У вас есть пять вакансий, выделите время на размещение сразу всех пяти в соцсети, чтобы просто потом не убивать на это время. Когда вы делаете одну и ту же работу на постоянной основе, рутинные действия повторяйте, вы делаете их быстрее, быстрее, быстрее и быстрее, и качественней. Соответственно, компонуйте эти задачи. Надо описание – запросили пять описаний. Надо пять вакансий – разместили пять вакансий. Не делайте так, что схожу за одним описанием, потом пойду размещу вакансию, потом еще подумаю, где разместить, потом пойду поищу. Разбили на подзадачу, запустили в три потока. Переключение… А, извините, определение сроков дедлайнов – это тоже важная штука, потому что вот этот дедлайн, он возвращает вас к реальности. Мечтать всегда надо. Мечтой жив человек, честно. Если вы не мечтаете, то вам очень сложно в принципе ставить какие-то цели. Но если вы поставили цель, вы должны плюс-минус понимать сроки. Постарайтесь их ставить объективно. Если это сложно, попробуйте это сделать в семье, с друзьями, еще с кем-то, на чем-то маленьком потренироваться, проработать. Переключение между задачами – очень классная штука. Я думаю, вам известная, почему. Мозг тоже должен отдыхать, менять виды деятельности. Переключились, передохнули, отвлеклись, вернулись. Плохое слово, отвлеклись, но что делать? Отказ от режима многозадачности, спорный момент. Разные источники говорят. Суток говорит, что если девушка, то многопоточная. Если парень, то нет. Это я много везде читала, но на самом деле есть такая фишка, что никто из нас не многозадачен. Попробуйте вести три одинаково больших проекта в параллель. У вас просядет. Ну, два точно. То есть один выведите ровно, два остальные просядут. Если у вас выведен один и хорошо идет, то он по факту становится рутинной. И вы уже можете делегировать какие-то части этой задачи и поднимать следующий проект. Поэтому будьте тут аккуратны. Когда слишком много задач, рассеивается внимание, вы уходите от цели, просто потому что вам надо пять целей вот так вести за собой. Последний слайд. И мы почти успели. Инструменты для организации рабочего процесса. Очень быстро. Слушайте, кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что это хорошо. Я не буду рассказывать об автоматизации и так далее. Люди разные. Есть очень продуктивные ребята, которые пишут в блокнотах. Ну, это правда, это факт. Это их продуктивность. Им так удобно. Что не продуктивно, вряд ли они смогут так работать с командой. Потому что команда не читает мысли. Ну, и не читает ваш блокнот. С точки зрения автоматизации, есть очень много интересных вещей, как сам организовать свое время или время команды. Я вам рекомендую посмотреть там. Мариак Тайм. Прикольная штука. Ну, просто она хорошо отслеживает, где вы ходите, чем вы занимаетесь. Потом очень много о себе хорошего узнаете. Ну, а дальше кому что нравится. Да. Это программка. Да, устанавливаешь ее, и она отслеживает, куда ты ходил, что ты делал. Там у нее разные возможности. Есть зависимость еще тоже. Ну, скажем так, от пакета, что ли. Донесем корректное определение. Ну, как бы они есть, эти названия, как минимум. Да, у вас есть отправные точки, которые можно почитать, посмотреть. Наша рассылка. Фух, мы успели, ребята. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.